привет народ давно ничего не снимал не выкладывал это было много причин во первых особо нечего было выкладывать я до сих пор жду когда к нам придет лето хотя бы теплая весна но вроде она уже на пороге и снежок растаял так что скоро пойдем на куб наверно видели мы прошло видео про металлоискатель очень очень хочется его пробовать на земля была замерзла сначала было в снегу сейчас просто замерзшая вот я надеюсь что в ближайшее время пойдем копать поищем у меня здесь на примете есть уже стадион вот вторая причина я готовился к собеседованием не устраиваюсь на работу и это тоже много отбирает времени и вот но и особо мне снимать негде мы сейчас живем многоэтажном доме так называемый апартмент снимаем двухкомнатную квартиру две комнаты зал салон получается 3 комнатная две спальни вот и строится наш дом уже подписали документы выбрали участок земли там начали строительство так что в августе мы въедем в конце августа начало осени мы въедем в новый дом там у меня будет уже место для студии я хочу в бейсменте это такое полуподвальное помещение организовать студию и чаще буду выходить будет что показывать вам будем опять золотом заниматься всякими интересными вещами вот это была преамбула так сказать опять же чему говорю что живу многоэтажном доме у нас принято в этом доме есть комната где там ящики почтовые и если людям что-то не надо они просто выставляют там не просто мусор понимаете а вещи которые вроде бы можно использовать но они мне нужны люди там выставляют такой бесплатный секонд-хенд можно забрать мы туда часто вещи детские относим из которых выросли но их можно носить еще вот и вчера я там оторвал вот такую штуку просто шикарная вещь кассетный магнитофон с радиоприемником просто шикардос 20 лет назад мечта моего ну не 20 в ру конечно 25 лет за четверть века назад это была мечта любого школьника с таким можно было выйти на улицу послушать и радио и кассету слушать правда радио тогда только еще fm не было бы моя какой-то не голос америки вот кассеты да помню прям на таком я слушал сектор газа в свое время поэтому меня понимаете сразу нахлынула ностальгия такая очень даже есть антенна и это все целое и рабочие я надеюсь иначе было туда не выставили а просто выкинули мусор здесь вы видите можно поставить батарейки купил поставлю моя задача сделать его привести в рабочее состояние такого как он был и использовать на хочу детям показать кассетный магнитофон сначала думал где найти кассета потом вспомнил что видел в секонд-хендах есть такие секонд-хенды ну как секонд-хенды люди относят туда что им не надо эти организации продают это все что там есть и деньги идут какие на какие-то благотворительные там типа красного креста или помогают беженцам они купили себе пачку хлопьев ну всякое такое вот и я видел там фирменные кассеты такие не помню сколько они стали может 2 доллара 3 доллара поняли кассета не самописная не из какой-то там студии где писали за три рубля продавали господи было такое время сборники я помню вот а именно альбом просто до того как их выпускать на компакт-дисках выпускали на кассетах так что прикуплю пару кассет и дочки свои покажу и будет интересно я думаю наверно так давайте пробежимся по магнитофону что у нас есть мы можем подключить его через видите через провод такой подключите через провод питания 110 вольт потому что здесь в северной америке это популярный единственный наверное стандарт вот 6 вольт у нас есть здесь под блок питания я искал такой кабель пострел думал сразу вам показать как музыка работает у меня нет таких батарейки такого кабеля тоже нету надо будет где-то его поискать уже или по секонд-хендам не можешь заказать на амазоне вот 6 вольт блок питания да посмотрите какой ампер аж надо под эти 6 вольт может и падающим уж есть такой блок питания у меня ну такой кабель я думаю найду вот что такое сыпем он in out я так и не знаю если кто-то знает обязательно мне напишите не знаю что такое расскажите мне кто знает это у нас разъем для наушников судя по ее наушники ты линейный вход через него уже писать круто сюда можно подключить например проигрыватель на пластинках и записать на кассеты круто вот так же у нас есть вход микрофона можно подключить внешний микрофон и писать на нем да диктофон такое что крем я не знаю если кто-то знает обязательно мне скажите интересно м бит in out было на out выключено чтобы им бит я не знаю может тоже что с с радио связано м тем что у нас это было гнезда все которые есть разъема ручка у меня такая хорошая для переноски как вы видели есть отличная телескопическая антенна суперский работает пружина класс у меня было что наподобие по весна назвалась я точно не помню как вот так у меня магнитофончик когда у меня было спектру кстати у меня есть спектру робик я подключил укропику будет вообще зашибись и вот это постоянно выламывалась крышка здесь даже так хорошо сделано что она сохранилась до сих пор я не знаю сколько лет этому магнитофону потому что здесь написано дата производства и не написано дата производства то есть здесь она должна была как-то нанесена что мы видим здесь а вот кстати оговорил про надо 6 вольт и не написано какой блок питания 120 вольт 60 герц 6 вольт 6 вольт 2 по 4 батарейки размера c ну по крайней мере знаю какие батарейки надо написано в какую частоту он работает fm от 88 до 108 мегагерц и м от 520 до 620 килогерц экстренал адаптер dc 6 вольт весьма ничем все любую ток на тогда проток не думали о сделано но в тайване радио шеф тэнди корпорейшн компания в тайване сделано тип у нас есть реалистик называется трейд на им реалистик а вот это его в принципе спецификация по которому нужно искать мфм радио кассет рекордер здесь у нас написано чтобы не было пожара и нас не долбануло током не использовать продукт во время дождя и когда и не используется снятой крышкой короче что они лазят вовнутрь носить его квалифицированные сервисы для починки но в принципе понятно квалифицированной да полезет дачу может током долбану так у нас есть здесь пауза и хорошие слушайте кнопки я такие только советской техники помню ну просто у меня не было импортных такое временное это у нас воспроизведение паузу можно было нажать в принципе стоп 1 отключает единичное нажатие когда стоит плей отключает а вторичная открывает стоп аджет ревайнд это наверно назад и вперед перемотка я понял это запись когда запись чтобы работала дома на сама таком нажимать надо нажать play и или как но она тоже нам так не будет работать почему если помните в кассетах специально для защиты от записи сверху такие ушки были если кто помнит и чтобы защитить от перезаписи эти ушки выламывали и потом это принципе рекорд когда нажимается там такой пинтик должен опустить и зажаться защите если ему не получается то и он проскальзывает вниз то кнопка рекорд не нажмется и записи не будет что мне понравилось здесь ползунковая нас регуляторы громкости и тембра вот окей то на что такое крутяшки крутяшки радио хрен знает а я понял короче здесь мы включаем это у нас такие переключатели стиле зона круглый поэтому крутил короче здесь можно было переключать радио и магнитофон так он у нас в радио так магнитофоне а здесь радио переключается на fm и что у нас еще здесь у нас встроенный микрофон это у нас я так понял что когда в тэпе у нас показывает заряд батарей здесь такой индикатор тоже сто лет таких индикаторов не вот и наверное когда идет запись уровень записи показывает ну а так показывает уровень батареи так ну и самое главное у нас ручка у нас было как он назывался 12 я помню счет такой фото рижский радиоприемник тоже с такой крутяшка видите вы крутите здесь и тут лазит по шкале влево-вправо и соответственно зависимость у нас представлена здесь и мы летаем мы смотрим или по нижней или по верхней шкале и суперская вещь обязательно приведу их чувства и буду слушать поставлю себя в подвале стоп конечно ловить будет всем должен ловить почему не кстати здесь дома в основном деревянная в канаде думаю по двум причинам первое много дерева вторая тепло вот поэтому они хорошо пропускают волны в отличие от израильских бетонных металлобетон железобетон называется да сформированный бетон из него встроили поэтому в принципе в израиле хотя тоже ради то сейчас вообще ради я не знаю кто радио слушает радио на расчет все все радио в интернете все youtube люди смотрят а этот радио короче такая вот штука у нас тут написано triple play mfm auto stop кассет рекорд рекордер реалистик вот его ctr 38 кстати по ctr 38 она могу найти на него какую-то информацию ладно затянуло видео такую классную штуку я нашел похвастался вам стало мне приятно надеюсь вам тоже интересно буду слушать радио и удивлять детей конечно скажет папа на фига кассеты 90 минут сколько на 60 но это не еще не видели грамм пластинки кстати недавно в магазине в суперсторе продавали 80 или 90 долларов по моему столу проигрыватель такой для грамм пластина есть и подключается он по блютусу две технологии да там читать грамм пластинки этой иголкой и передавать звук по блютусу я ходил смотрел смотрел участок тоже его некуда делать девать может найду себе что ретро если нет возьму на такой и я видел тоже грамм пластинки продаются также и ждем весны весной будут гараж sales на гараж sales должно много чего продавать интересную походим посмотрим что классно ладно если вам это видео понравилось ставьте пальчик вверх если не понравилось можете не ставить дело ваше вот если вы не подписались подписывайтесь можете нажать на колокольчик нам где-то внизу из колокольчик тогда когда новые видео приходят в их сразу увидите спасибо что смотрели всех с наступлением весны скоро майские праздники скоро будут шашлыки и всякое такое ну давайте ребята спасибо что смотрели пока пока